Требования налоговые. Что это такое, как правильно отвечать и в какие сроки? В этом видео мы подробно расскажем о том, что такое требование налоговой, как правильно и в какие сроки на него отвечать, и что грозит предпринимателю, если он в этой ситуации допустит ту или иную ошибку. Оставайтесь с нами до самого конца. Сегодня мы подготовили для вас много полезной и важной информации. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и коллегами. И, конечно же, не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы нашим налоговым юристам в комментариях под этим роликом. Поехали! Что такое требование налоговой? Налоговики по долгу своей службы имеют право требовать от налогоплательщика уплаты налогов и сборов, запрашивать у него те или иные документы, требовать пояснений по тому или иному вопросу. Порядок реализации этого права четко прописан в налоговом законодательстве и сводится к тому, что когда налоговым органам что-то от вас нужно, они направляют в ваш адрес специальный документ под названием требование, а вы, получив этот документ, обязаны его исполнить или, как минимум, дать на него надлежащий ответ. Таким образом, требование налоговой представляет собой документ, прямое исполнение которого или ответ на который является обязательным для налогоплательщика. При этом исполнение или ответ на требования налоговой должны осуществляться в порядке и в сроке, предусмотренные налоговым законодательством. Виды требований. Требования налоговой могут быть разными в зависимости от того, что конкретно от вас нужно налоговой. Она выставляет вам требования об уплате налогов, сборов или страховых взносов, если, по мнению налоговиков, вам нужно что-то заплатить или доплатить. Требования о предоставлении документов, если налоговая хочет получить от вас какие-либо документы. Требования о предоставлении пояснений, если налоговая хочет получить от вас пояснение или уточнение по конкретному вопросу. Ваш ответ на требования налоговой, соответственно, тоже будет зависеть от вида требования. Как отвечать на требования об уплате налогов? Очевидно, что лучшим ответом на такое требование является уплата налога. Сделать это надо в течение 8 дней с момента получения требований или в те сроки, которые указаны в требовании. Здесь надо иметь в виду, что требование считается полученным спустя 6 календарных дней после его отправления, за исключением официальных праздников. Часто бывает так, что налоговая выставляет необоснованные требования. Причины может быть масса. Например, у налоговиков мог произойти сбой в программе учета налогов, или у вас были допущены неточности в платежных документах или что-то еще. И в этих ситуациях, получив необоснованное требование ФНС, налогоплательщик злится, не понимает, в чем дело и часто принимает в корне неверное решение – не платить или не отвечать на требования налоговой. Так делать категорически нельзя. А как надо? Порядок действий следующий. Первое. Проверьте все хорошенько и еще раз убедитесь, что налоговая действительно не права. Исключите версию, что вы сами что-то напутали. Безотлагательно подайте заявку на сверку с налоговой за конкретный налоговый период. Налоговики не имеют права вам в этом отказать. Напишите ответ на требования ФНС. В ответе укажите причины своего несогласия с расчетами налоговой и приложите документы, подтверждающие вашу позицию. Например, если налог уже был уплачен, укажите этот факт в своем ответе и подтвердите его документами об оплате. Как отвечать на требования о предоставлении документов? После получения такого требования в системе ЭДО надо отправить в ФНС отдельный документ – квитанцию о приеме. С момента отправки квитанции у вас будет от 5 до 10 дней на исполнение требований. Конкретный срок исполнения требований будет указан в самом требовании. Если у вас есть требуемые документы и их содержание не вызывает у вас никаких сомнений, можете отправить их сразу налоговикам, чтобы не задерживать ответ в налоговую. Документы предоставляются в виде копий. Нотариального заверения они не требуют. Однако вам их придется заверить самостоятельно. Не забудьте написать на каждой странице копия, верна, поставить дату, подпись с расшифровкой и т.д. Документы предоставляются по описи. Если у вас нет требуемых документов или они нуждаются в существенной доработке, у вас есть возможность попросить ФНС об отсрочке в предоставлении документов. Такая просьба оформляется в виде уведомления по форме ФНС. Отправить данное уведомление можно не позднее следующего дня после получения требования. Важно, предоставить отсрочку или нет – это право, а не обязанность ФНС. Поэтому всегда нужно быть готовым к тому, что отсрочку могут и не предоставить. ФНС имеет право запрашивать документы только в пределах определенного срока. Например, 3 месяца после камеральной проверки. Если налоговая срок пропустила, то ответить ей все равно надо, но документы можно не предоставлять. Как отвечать на требования о предоставлении пояснений? На такое требование необходимо дать письменный ответ, опять же, строго по форме ФНС. Время на ответ у вас будет в течение 5 дней с момента отправки квитанции о приеме в системе ЭДО или после получения требований по почте. Важно! Пояснение следует подавать только по тем вопросам и тем налоговым периодам, которые были обозначены в требовании. При этом, если налоговики прислали только требования о предоставлении пояснений, то и подтверждать свои слова документами не нужно. Но если вам очень хочется, то, конечно, можно. Иногда налоговики присылают такое уведомление в чисто информационных целях, чтобы сообщить о чем-то. Отвечать на такое требование все равно нужно, иначе вы рискуете нарваться на штраф. Но в данном случае будет достаточно написать, чтобы приняли информацию к сведению. Что будет, если не ответить на требования? Неисполнение требования налоговой или необоснованная задержка с ответом согласно нормам налогового законодательства признает самостоятельным налоговым нарушением, которое влечет за собой штрафные санкции в порядке ст. 126 НК и 129.1 НК. Размер штрафа будет определяться по ситуации. Например, со ст. 121.1 НК предусматривает штраф от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. А по ст. 126 НК могут прилететь как мелкие штрафы в размере 200 рублей за каждый непредоставленный документ, так и более солидные до 1 миллиона рублей, если нарушителем является КИК. На сегодня это все. Доброго здоровья и удачи вам и вашим близким. До новых встреч!